Эгида, моя прекрасная планета, лучающаяся жизнью. Родной дом человечества, если верить тому, чему нас научили в школе. Сейчас я преподаватель. Я Майлодей, археолог и научный сотрудник самого престижного университета мира. А это Невус, мой ассистент. Я изучал разные каменелости, реликвии и другие древности и пришел к однозначному выводу. Мы родом не с Эгиды, а из какого-то другого места. Наша родная планета ждет нас где-то там, далеко по ту сторону звезд. Во время исследований я наткнулся на древний сигнал, исходящий из соседней галактики. Он был явно искусственного происхождения. Мы изучали каждую планету от одного полюса до другого. И наконец нашли источник сигнала. Решено! Мы с Невусом отправляемся на эту загадочную планету, чтобы раскрыть тайну нашего происхождения. Жизненные показатели в норме. Оборудование повреждено. Происхождение неизвестно. Возраст невозможно определить. Усики отсутствуют, жвалы атрофированы. Вау! Где это я? А чё я такой маленький? А дом такой большой? Хо-хо! Приветище! Это тайники. Игрушка про человека, который отправился в родной дом на свою родную планету, но оказался чертовски мал для нее. В общем, будем исследовать, смотреть что да как. Привет! Наконец-то ты очнулся. Ты появился из ниоткуда, и мне стало страшно, что ты можешь никогда не проснуться. Зовут этого чувачка Ридми. Видимо, это старейшина какой-то. Кажется, с тобой все в порядке. Прости мне, раньше никогда не встречался твой вид. Показать тебе, что здесь к чему? Конечно, покажи. Я кое-что подготовил, чтобы ты осмотрелся и привык к своему костюму. Не стесняйся, хорошо? Ладно, я оставлю тебя ненадолго, чтобы ты пришел в себя. Скоро увидимся. Ну ладно. Костюм у меня обычный, я без скафандра, то есть кислород как бы окей, все нормально. С помощью этого можно оглянуться. А, это типа, смотри, там батарейка прикреплена, а сверху граммофоны. Наушники, наушники от плееров и от телефонов. Прикольно. А тут что? С помощью кнопки спейс можно прыгать. Спасибо за такие банальные подсказки. Ну, я просто атрофировал весь свой мозг после падения на эту планету. Снова нажмите и удержите кнопку спейс после прыжка, чтобы активировать бабл глайдер. Бабл глайдер? Нифига себе! Скафандр все-таки у меня есть, только в виде бабла. Учитывая, что я упал прямо на этот смайлик, где же в крыше тогда дырка? Хорошо. Хорошо. Бабл глайдер. Классная штука. Обалденно, что она у нас присутствует. Дальше мне тоже на бабл глайдер надо. Оба! Не долетел, не смог. А ты кто? Что за микроб? Он меня сожрет! Не надо! Меня сейчас пришибет же книжка. Ты что, муравей? Ты можешь в тысячу раз тяжелее своего веса поднимать. Нифига себе, дружбана, нашел. Прикольно. Мне такие друзья нравятся. Ага. Бойного прыжка-то у нас нет, придется все по новой. Ну, слушай, это, типа, мой питомец. Мне нравится. Мне очень нравятся такие питомцы. Вот, просто повыше надо было прыгнуть. О, еще. Это яйца. Все, я понял. Желейные яйца. Ха-ха, у меня теперь банда. Класс. Здорово. Погоди-ка. Тайникины следуют за тобой. А-а-а. Игра называется в честь этих маленьких микробчиков. Их называют тайники. Обычно они бесцельно бродят по дому и никого не замечают. Наверное, ты им понравился. У тайникинов поразительная способность. И, наконец-то, нашелся кто-то, кто может ими воспользоваться. Розовые тайникины — настоящие силачи. Они могут толкать или нести разные предметы, даже очень тяжелые. Подожди, розовые. Значит, возможно, будут еще и другого цвета. Отлично. Следуй за мной. Ну, нет проблем. Видишь этот горшок? Конечно, вижу. Если ты бросишь в него розовых тайникинов, они унесут его и расчистят дорогу. Согласно результатам моих исследований, под большой лестницей хранится кое-что очень важное. Но нам туда никак не попасть. Мы разберемся. Доступная новая цель. Значит, снести горшок, чтобы расчистить дорогу. Нет проблем. Но прежде, по барабанам попрыгаем. Смотри, там можно залезть. Ага. Кстати, тут же тоже веревка была, а я все бегал. Ну-ка, пойдем проверим. Я по веревке могу лазить? О, тут еще тайникина есть. Десять штук у меня. Мы лазим по веревке? Да, действительно, мы можем лазить по веревке. Удерживайте кнопку. Эту, чтобы взять тайникина. Прицелиться и нажать кнопку. Эту, чтобы бросить его в цель. Сейчас, подожди. Ну-ка, вот. Тридцать? Тридцать штук нужно кинуть в вазу. Я понял, нужно их собирать. Будем, значит, собирать. Нет вопросов. Опа. Пузырь у меня, конечно, временный. Надолго не хватает. Бабл-глайдер. Ну и название. Что ж, какие названия придумали? Ну, прикольное название-то, на самом-то деле. Вон, еще есть яичко желейное. Ребятки, вы мне сейчас все понадобились. У меня просто армия теперь. Класс. Пойдем по скейту поползаем, братишки. Розовые братишки мои. Какой классный фонарик. Туда долетим? Долетим. Где наш-то не пропадал? И вниз тоже спустимся. Вот эти возьмем. Опа. Окей. Что, 27? 27. Интересно, сюда можно как-то? Нет. В щель я их не могу закинуть. Здесь мы спускаемся. И... А, нет, не надо было спускаться. Там на скейте еще не собрали. А как они... Они из ниоткуда появляются? Я думал, они по веревке тоже заползут. Вместе со мной. Но нет. Что-то не так. Все, в принципе, готово. Я всех собрал. Полетели. Что себе? Вот это они силачи. На меня не на... Они на меня уронили этот горшок. Путь свободен. Забери деталь, о которой я тебе говорил. Ну, пойдем посмотрим. Большие надежды. Очки я, что ли, заберу? Ого! Какие они здоровы! Ну, сейчас я подойду, попробую что-нибудь с ними... С ними сделать, но... Они для меня слишком большие. Давай! 20 тайникинов отправлю. За очками. Это моя рабсила, елки-палки. Они за бесплатно мне помогают. Видимо, из-за моей прически. Им понравилась моя прическа. Куда вы несете? Куда вы все это несете? И даже подозрить. Наверное, к лампе, чтобы разглядеть поподробнее, что это за очки такие. Наверняка они с какой-нибудь суперспособностью. Клянусь Ардвином. Первая деталь, если бы ты только знал, сколько лет я ждал этого. Кстати, меня зовут Ридми. Вообще, надо было с этого и начинать, как тебя зовут. Из нас получится отличная команда. Майлодейн. Верно? А я тебе представлялся, что ли? Заходи, я все объясню. Кажется, этот старейшина использует нас в своих каких-то, возможно, благополучных, а может, неблагополучных целях. Сейчас мы это выясним. Надеюсь, он не злодей. Если он злодей, то это вообще пец. Кстати, если прыгнуть на кнопочку... Нет, не выключится лампа. Жалко. Ну ладно, пойдем, расскажешь, что ты хочешь от нас. Приветствую моей скромной обитель, Майлодейн. Видишь схему на стене? Вижу. Когда-то в этом доме жила личность по имени Ардвин. Многие считают его богом, но мне кажется, что он просто мудрец. Полагаю, эту схему составил сам Ардвин, чтобы собрать машину, которая могла бы отправиться за пределы дома. Я всю жизнь пытаюсь найти ее детали, и благодаря тебе у меня уже есть первая. Мне удалось обнаружить местоположение пяти других, но добраться до них будет не так просто. Твой транспорт поврежден, а тебе ведь нужно вернуться домой? В таком случае у тебя остался всего один вариант. Помочь мне! Хе-хе. О, и у меня есть несколько друзей, с которыми я хочу тебя познакомить. Эр-митаж, куратор музея Ардвин. Ничего себе, Эр-митаж? По-настоящему безграничная бездна знаний. Короче, муравишка какой-то. И Сикера, нектаровар, который храбро ходит по горам и долинам. Тебе обязательно нужно будет зайти к ним, когда получится. Дом слишком большой, пешком ходить по нему придется долго. Мне не удалось спасти твой старый мыло-борд, но я нашел ему замену. Дарю. Это... это новый мыло-борд? Прикольно. Его можно использовать, чтобы быстрее передвигаться по дому. Сначала нужно немного попрактиковаться, но я уверен, тебе понравится. Попробуй, жду тебя наверху. О, чуть не забыл. Что ты там чуть не забыл? Видишь этот очаровательный пушистый комочек? Один из моих помощников. Они не очень разговорчивы, но всегда готовы прийти на помощь. Встань на мыло-борд и запрыгни на шелковую нить моего помощника. Жду тебя наверху. Это типа паучок местный? Шелком стреляет? Или шелкопряд тебя правильнее назвать? Ладно, сейчас это не важно. Важно, что у меня есть мыло-борд. И мы его тестируем. Вай. Вай, ну хорошо, хорошо. Зайдем к этому чувачку. Здорово. Привет, Майла. Приятно. Давай поговорим. Приятно познакомиться. Добро пожаловать в лучшую нектароварню во всем доме. Она не только лучшая, но и единственная. С тех пор, как все начали глушить эту бодягу, искусство дистилляции нектара было утеряно. Все довольствуются тем, до чего могут добраться. Твои глаза загорелись с интересом? Хочешь помочь? В каждой комнате я буду ждать пыльцу, которую тебе удастся найти. Я буду готовить из нее самый лучший винтаж. Ладно, значит будем в каждой комнате искать пыльцу. Не вопрос. Что-то еще? А где этот Эрмитаж? Он на втором этаже, видимо. Что ж, будем, значит, собирать вот этот аппарат, который позволит нам выбраться из дома. Намыла борт и покатились. Еее, класс. Вижу, ты полностью пришел в себя. Пойдем со мной, я знаю, где надо начать поиски. Вторая деталь, которую нам нужно найти, это знамя из города Санкт-Ар. Сюда, Майлодейн. Ты можешь пройти, как только будешь готов. Ну, сперва я тут хочу все исследовать, подождите. Так. А вот он, Ермитаж. Грабитель, паразит, моя коллекция, верни ее! Что ты сделал с экспонатами злодеей? Погоди, это не ты. И правда, ты слишком мал. Хм, приветствую тебя в музее Арджина. Меня зовут Эрмитаж. Я работаю здесь куратором. К сожалению, я подвергся одиозному и злодейскому нападению. Большая часть коллекции пропала. Гвардейцы-дупляки уже проводят расследование. Но ты же знаешь, каково это. Мне нужна любая помощь. Принеси мне экспонаты в хорошем состоянии, а взамен я предложу тебе величайшую награду. Мои знания. Ладно, я подумаю над твоим предложением. Я еще наверх схожу, гляну, что там у нас. У нас тут кто-нибудь живет? Кто-нибудь что-нибудь тут ест? О, домик. Ничего себе. Класс. Это будет моя комната. Ну, конечно, это не моя комната, это чья-то. И здесь еще. А, ну, скорее всего, это двух муравьев. Ладно. Давай еще выше сберемся, посмотрим, что там. Динозавр? Можно еще туда залезть, но, увы, пока путь закрыт. Клуб. Пойдем потусим. Похоже на клуб. Очень похоже на клуб, но тут тоже все закрыто. Ладно, не вопрос. Падаем вниз. Тихо-тихо-тихо. Не прям так, чтобы разбиться. Все, я готов. Let's go. Здесь находится вход в Санкт-Ар, место священного паломничества, посвященного великому Ардвину. Знамя принадлежит благочестивой щитнице по имени Солярия. Оно очень важно для нее, поэтому она не отдаст его так просто. У меня есть запасной ключ Санкт-Ара. Клянусь, получен абсолютно законным путем. Так что, держи. Что мне? В карман я его точно не положу. Я рассчитываю на тебя. Не могу дождаться, когда своими глазами увижу все, на что способны тайникины. Спасибо, шелкопряд. Ну что ж, ладно. Ладно, я понял. Ключ нам нужно взять. Один тащит. Другие за мной. Какие вы прытки. Молодцы. А тут как? У вас же нет борда, как у меня. Сейчас хочу посмотреть, как они сюда заберутся. Нормально, они просто перелетели. Тайникины не пойдут за тобой в другую комнату. Они не настолько смелые. Но они будут преданно ждать твоего возвращения. Окей, 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 окей. Открываем. Значит, туда я вхожу один. Ох, как страшно она открывается. Как будто в хоррор какой-то врываюсь. Какие жуки. О, старый добрый Санкт-Ар. Поздравляю, товарищи. Экспедиция оказалась успешной. Вот такой лоб. Столько интересных предметов и любопытная религия в придачу. Клянусь Ардвином. Чую, она пригодится для нашего задания. Кто знает, но я рада видеть твой энтузиазм. Настало время разгадать тайну песни, которая эхом отдается в глубинах нашего сознания. Многочисленные поколения щитников и сам Ардвин рассчитывают на нас. Мне чем-то сейчас напоминает эта игра Супроленд, где мы тоже ходили по... Ну, здесь мы ходим в доме, а в Супроленде мы по двору перемещались. О, добро пожаловать в Санкт-Ар. Землю, освещенную песнью Ардвина. Только щитники слышат его голос. Странно, не правда ли? До сих пор эту тайну никому не удавалось раскрыть. Мы ценим любую помощь, которую нам готовы оказать. А вот еще одна тайна. Наши миссионеры кое-что обнаружили. Видишь большую круглую реликвию? Только слепой ее не заметит. Где реликвия? Покажи. Я слепой, видимо. Про какую реликвию речь идет? Вон тот шарик висящий, да их несколько там висит. Убедить Солярию отдать знамя будет непросто. Похоже, щитники хотят, чтобы все услышали песнь Ардвина. Но как это сделать? Что-то подсказывает мне, что здесь понадобится этот большой диск. Интересно, что с этим щитником? Пойдем к нему подойдем, что ли? О, смотри. Красные яйца. О-оу. Кидай, о, кидай. Он самоубился? Он что, суицидник, что ли? Так, прикольно. Красные тайникины любят громкие звуки. Они взрываются, если бросить их в хрупкий предмет. Ладно, попробуем. У меня их сейчас четыре. Я кидаю одного. И у меня осталось их три. Блин, обидно, что они самоликвидируются. А вот, кстати, и пыльца. Соберем. Эти тайникины пойдут со мной. О, что там? Что-то, что-то, что-то. О, тут еще. Все, у меня тут целый набор. И красные, и розовые. И вообще обалденно. Вон там еще красные, смотри. Так, так, так. Ребята, что вы тут делаете? Вы какие-то недовольны. Всем обязательно. Всем обязательно подавай доставку прямо из Амброзии. Как еще раз зовут клиентку? Солярия. Из этих щитников, если мне не изменяет память. Сегодня они в Пандемоне, на следующий день в Валанне. Ищут какие-то штукенцы. Но Ардвина все нет. А мы носимся как полуумные. Может быть, они уже ушли? Не спеши с выводами. Я их видел. Их там целая колония. Так что, чайвы будут хорошими. Очень на это надеюсь. Нам и так платят крохи. Короче, какой-то пустой диалог. Вообще ни о чем. Залезем. О, богомол. Они слышат песню. Так, скорее всего, тоже опять пустой диалог. Я лучше пыльцу пособираю здесь. Тысячу пыльцы надо. Ничего себе. Попрыгали наверх. Там, кстати, где мы первых подорвали красных туникинов, надо было запрыгнуть на бубен. И еще выше. Ой-ой-ой, вон там пыльца. Вон там. Вон там. Вон там. Возьму. Упал. Ладно, пойдем. Пойдем сюда запрыгнем. Так, тоже пыличка. Пыличище мое. А тут надо опять подрывашкины. Стой, подожди. Тут тоже, наверное, подрывать нужно? Да, двумя. Двумя подрывателями. Здесь четыре нужно. А, тихо. Прощеска не упади на меня. Прикинь. Борт, короче, не катается наверх. Ну что логично. Только с горки. Ага. Сколько мне нужно? Один? Одного достаточно было, чтобы подвинуть этот стакан. Окей. Здесь тоже можно что-то подорвать. Просто подорвали. Зачем, не знаю. Знаешь, я думаю, что может быть нам вниз спуститься. Ладно, давай начали по верху. Походим. Вперед. Испешней. Еще парочку красных. Это замечательно. Там, кстати, фиолетенькие. Розовенькие, фиолетенькие. Опа. Не, ну яйца больше фиолетовые, чем розовые. Правильно. Поэтому будем звать их фиолетовыми. О, смотри. Торчит книжка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Надо, видимо, туда спуститься, чтобы эту книжку оттолкнуть. И тогда я смогу туда же идти. А, ну так вот мы и спустимся. Шелкопрят нам поможет, но не в ту сторону. Окей. Вот, кстати, записка какая-то лежит. Ну-ка, почитаем. Куда ты пошел? Зачем ты ее взял? Непонятно. Так, ладно. А, я взрываю клетку, и там оказываются фиолетовые туникины. Ну, круто. Давайте вот это вот толкнем как-то. Хорошо. Есть. Что у нас внутри? Сколько тут пыльчей! Занюхать все можно. Вот. Кстати, у некоторых на пыльцо аллергия страшная. Поэтому, как бы, считай, спасаю от пыльцы здешний дом. На ручку мы не запрыгнем. В принципе, и отсюда можно чесать. Пойдем в другую сторону. Там я хотел спрыгнуть. Заодно и проверим. Опа. Хотя нет. Может, нам туда залезть? А, тут столько путей туда-сюда. И вот фиг его знает. Еще письмо таскаю с собой. Надо придумать, куда его затолкать. Это письмецо. Оп. Оп. Спасибо. Этих забираем, ребят, с собой. Тут вот еще есть. Можно спуститься, но я туда не пойду. 110 пыльцы собрал. Маловато еще пока что. Надо больше. Ниточка для подъемчика. Там внизу, смотри. Ну-ка, пойдем. Пойдем. Там еще туники. Такая банда, вообще жесть. Мне нравится на этой планете. Мне нечего бояться с туникинами. Вот сюда можно заглянуть. О-о-о-о. Тайное логово. Класс. Поехали. Куда поедем? Ну, наверное, снова наверх. Там вон магнитофон надо починить, походу. Упал. Оп-оп. Можно тут спуститься. Там внизу, интересно, что-то есть для нас. Что-то, да, может быть. Вон там кто-то стоит. Муравей. Внизу туникины заточены в клетку. Надо их освободить. Ой, это я слишком низко упал. Какой-то компьютер. Потик, что ли? 25 туникинов. У меня нету столько пока что. 25 туникинов для того, чтобы переместить этот фотоаппарат куда-то в другое место. Взорвали. Жалко, конечно. Что у вас случилось? А, я его видел. Фотографию нужно. А чтобы фотографию, нужно фотик вытащить. Все понял. Без разговора с этими насекомыми я все понял. Так. Письмо кому-нибудь надо? Ой, какое здесь пыльное логово. Не пыльцовое, а пыльное. Смотри, глупкие пыли какие. Как будто здесь кошка жила. И это шерсть ее здесь. Вон туда надо забраться как-то еще. Там что-то, что-то интересное. Мы тут что-нибудь подорвать можем вообще? Вот, например, вот эти клубки нет. Глупки подорвать и поджечь не можем. А, мы сюда и пришли, к этому звону. Страшные звуки. Восемь. Подрывашки нахем надо. Что это мне дашь? А, куча пыльцы. Ага. 228 пыльцы уже набрал. Но пока что этого маловато. Нам нужно больше. Что, выходит, мы отсюда можем, в принципе, смываться. Вот там еще, видишь, за стеклом тоже есть пыльца. Фу. Я прям... Ой. Я прям вот в недр этой пыли залетаю. Почему мыло не отмывает эту пылищу? Здесь никак, да, наверное, нет? Здесь никак. Надо с другой стороны обходить. Музей. Это жаба. Наверное, это жаба. Каменная какая-то. Здрасте. Муравьешечка маленький стоит. Картинки с Ардвином. Всегда можно повесить на стену и сделать из них алтарь. Но мне это незачем. О-о-о-о. Зажгем. Зажгем одну свечу. Так. Пыльца вся будет моя. Ничто не останется без моего... Пчелы что делают? Пыльцу собирают. А потом, если на другие растения перелетают, они опыляют растения. Без моего опыления. Вот. Пыльца не останется без моего опыления. Вот что я хотел сказать. Не оскверняй стены этого храма, негодяй. Милорд, мне этого совсем не хотелось. Мои помыслы совершенно чисты. Но я же навозный жук. Вы же меня понимаете. Наша работа чистить грязь. За другими, кто сам не утруждается этим заниматься. Слишком много слов. Слишком запотано. Прочный, нечистивый. Так. Пускай они тут сами разбираются. Мы лучше пойдем. По своим делам. По добру, по здорову. Это тоже какой-то алтарь тут, видимо. Не будем мешать этому чуваку. Кругом одни жабы. Зажгем все свечи. Правильно? Поможем. Поклоняться Ардвину. И проход откроем. Хотя... А, все. Бомбардиров у меня больше нет. Хотя вон там вот можно подобрать. И побольше бы мне желательно этих бомбардиров. Поехали. Так. Еще надо. Еще больше открылась дверца. Но там, в принципе, было приоткрыто. И я мог бы залезть туда. Еще одно письмо. Так. А это что? Это что такое? Письма туда класть. Вон оно что. За каждое письмо я получаю пыльцу. Все, я понял. А это сотрудники почты, наверное, да? Сегодня почты нет, приятель. Наши курьеры ушли в самовалку. Бросили посылки, где стояли. Если найдешь конверты, валяющиеся на улицах Санкт-Ара, то положи их в почтовый ящик перед окошком. Хорошо? Да нет проблем, я уже это сделал. Ты мне что-нибудь расскажешь? Погоди, приятель. Ты ведь не ожидаешь, что окошко на почте всегда будет открыто. Правда? А оно может быть еще и закрытым? Ну, как бы логично, да? Почта государственное учреждение. Оно может закрыться в любой момент. Хорошо, я учту. Здесь у нас отряд щитников. Блэй, какой-то дерзкий щитник. Сколько еды. Бомбардиров у меня хватает, давай заберем это все. Фросанчики разбомбил. Бедный пекарь. Эта штука такая... Пять... Что он говорит? Пять яиц за одну буханку хлеба? Что поделать, с инфляцией сейчас из амброзии, когда нам почти ничего не завозят. Муки почти не осталось. Радуйся, что хватило на хороший хлеб. Хороший хлеб! Еда в трех корочках всегда была почти несидобна. Еще и подорожала. Вот пойду и поторгуюсь в другом месте. Иди, иди. Когда вернешься и будешь молить о хлебе, не приходи без десятка яиц. Кризис, цены растут. И кризис даже в таком мире застал насекомых. Да, печалечка. Опа. Кто-то там подорвался, по-моему. Или мне показалось. Это я не заберу. Подрывашки накончились. А вот, кстати, подрывашки. Отлично. Там вот, смотри. Вот, вот, там вот. Нет, там в крыше ничего не было. Подрываем, значит. Вот эту штуку. Готово. Тут вроде бы все. О, зачистили. Куда направляемся теперь? Теперь нам бы как бы... Сколько у меня? 15. 15 пилетоновых туникинов. Маловато. Пойдем дальше собирать. Кстати, вот это можно отмывать мылом? Не, не отмывается. Следы красных яиц. Увы, их не отмыть. Какой у тебя здесь классный колобок. Путник, ты видел образ? Тихоходки на реликвии, которую нашли щитники. Точно такое же есть над шкафом, где находится загадочный прибор. Они скоро сами со всем разберутся. Лучше им не мешать. Будь осторожен, путник. Ага, прибор, который на шкафу. Ладно, я туда залезу, посмотрю. Я как бы не буду мешать, я просто залезу и посмотрю. Что, что у тебя тут? Прелестная дама, которая любезно оставила мне компанию в ломе. Поведала о своих заключениях. Один из самых ценных самоцветов упал в ящик с картинками. Похоже, вы, юноша, проворный. Не могли бы вы войти и снова включить прибор? Это единственный способ достать драгоценный камень. Это острый инструмент, скорее всего, поможет вам открыть ящик. О, хочешь, чтобы я залез в телевизор? По моему мнению, чтобы добраться до него, нужно прыгнуть на добрых два пузыря. Будет лучше, если я останусь тени, а не буду шнырять вокруг. Принесите мне тот самоцвет, если вы его найдете. Я подумаю над вашим предложением, месье Щитник. Стой. Еще вот тут вот не все обошли. В телевизор залезть, это, конечно, интересно. Хочешь почувствовать себя фиксиком, залезь в телевизор. И в другую бытовую технику. Почему бы и нет? Я только рад. Это что у вас тут за бар? Плеер? Музло тут играет, прикол. Это я заберу, это не надо. Слушайте дальше, я побежал. О, вон красные яйца. Тут, увы, пока что ничего. Пойдем тогда вот этих заберем, товарищей. Спасибо. Здесь тоже продолжение бара, по всей видимости. Клубничка. Блин, у меня столько красношей нету, чтобы подрывать тут всю клубнику эту. Пойду наверх забегу. Эх, тяжеловато ехать на борде. В горку-то. Мне бы побольше. Вон, еще красненькие есть. Так, вот сюда забегу. Кружку подвиньте, пожалуйста. Ну что, куда мы держим путь? На фортепиано? Нет, 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 туда мы не пойдем. Мы просто залезем наверх для того, чтобы забрать отвертку. О, погоди. Прикольно. По музыкальному инструменту бегу он звучит. Так. Так, так, так. Значит, ладно, у меня 7 подрывашкиных. Я пока их юзать не буду. А то вдруг они там наверху мне пригодятся. Пыльца я их всех использовал. Вот еще подрывашкины. Почему пыльцу сделали золотой? Она же, ну, она вообще разного цвета пыльца бывает. Опа. Вот это что-то интересное. Заберем. Кнопка включения магнитофона. Кстати. Мы там видели, что магнитофон поломан? В общем, нам это пригодится. Еще пыльца. Парочку подрывашкиных использовали. Ну, потому что я сюда не хочу потом возвращаться на этот верх. Это слишком высоко для меня. Еще подрывашкины. На самом деле здесь пыльцы еще дофига не собрано. Очень дофига. Готово. А здесь что-то пусто. А что пусто-то? Уютное место для уединения, для свиданий, например. Или тайных встреч. Ладно. Это не наше дело. Нет и нет, нам хорошо. Ну что, я в принципе готов. Чтобы забраться на торшер, тебе нужны два полных пузыря. А у меня двух пузырей-то и нету. Если у тебя нет пузырей, значит нам сюда рановато. Логично. Ну, в смысле двух пузырей. У меня только один. Хм. Да. Короче, с одним пузырем мы туда не долетим. Надо его где-то искать или где-то докупить. Или прокачать этот пузырь. Спустим веревочку. И сюда же где-то стрельнул шелкопряд. Да, вон он этот шелк. Прикинь. Не долетели. Вовремя я здесь веревочку спустил. Что ж, еще разок. Отсюда летим. Надо было просто с книжки прыгать. Иди лоп-то. Так, у меня получается 17 пока туникинов фиолетовых. Пойду почитаю, что там нам хотят рассказать. Нажми, чтобы включить и выключить режим дополненной реальности на очках. Ого. Ничего себе. А что я могу здесь делать? Уменьшить, увеличить. Прикол. Прикол, прикол, прикол. Так, ну ладно. С очками я понял. А, ну очки только здесь работают. А, хотя... Нет. Подожди, ну-ка. Да, очки у меня. Я вначале подумал, что я в эти здоровые очки смотрю. Но нет. У меня свои есть. Ну что ж. Поехали. Соберем здесь все. И вот я бы тут вот спрыгнул. Фух. Чуть не промахнулся. Так, а вон тот тут мне достанете, ребят? Вот этот вот спеть. О, спасибо. И этот тоже. Класс. Ай, нет, вниз нам не надо. Нам надо наверх. К магнитофону как-то добраться бы. О, ладно, это было немножко опасно, но я справился. Что у нас тут? Кнопочку попробуем поставить. Тут вообще дофига чего надо ремонтировать. Кнопку сюда возвращаем. Провода нужно починить и диск вставить. Но диск внизу. В самом низу. В принципе, можно... Можно отсюда бежать. На самый верх забраться по ниточке вот это вот было бы неплохо. Это реально сделать вообще? По этой ниточке? Нет, по этой ниточке никак. Ага. Жалко. А может быть вот тут? Ага, вон оно что сделалось. Все понятно. Надо назад возвращаться. Так, 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 так. Полетели-ка вот сюда. О, то, что надо. Пилетовые яйца. Походу здесь поклоняется вот этому божеству. А нашим предкам. Ну да. Музыка приятная. Ничего не скажешь. Я по кому-то прыгну. Что это такое? Кость? Ребят, берите кость. Не знаю для чего она, но явно понадобится. А как бы нам туда наверху запрыгнуть? Блин. А, вон веревка есть. Кость это где-то нам... А, они куда-то потащили ее прямо вот сейчас. Пойдем сходим. Ворота, наверное, вам надо открыть. А нет, они вот сюда вот идут. А, в жабу воткнуть ее надо. Ну, втыкайте, ребята, втыкайте. Я вам мешать не буду. Квау! Воссоздать лягушку в Санкт-Аре. Ничего себе мы молодцы. В музее такой подарок сделали. Нет, открывать двери мы не будем. Вообще, это тупая идея открывать двери своими бомбардирами. Чтобы потом их не осталось на важные дела. Так, печки зажгем. Опля! Еще разок. Бабл-глайдер, это, конечно, классная тема. Ничего не скажешь. В принципе, все. Я думаю, что нам бы вон туда не помешало забраться. Как мы это сделаем? Наверное, здесь. Диваныч! Как я тогда упустил? Я ж тут бегал. Как я упустил в прошлый раз вот этих красненьких бомбардирчиков. А там еще и вон пыльца. Ага. Зря я оттуда спрыгнул. Рановато было. Не все собрал. Ну, ничего страшного. Залезем. И дальше пошел Каприаду. Наверх возвращаемся. И вот прыгаем. Прыгаем. Прыгаем прямо вот сюда. Готово. Фух, ну отряд. Ну класс. Я думаю, что сейчас нужно остановиться, потому что нам здесь еще много всего сделать. Туда-сюда залезть на фортепиано. Тут комната огроменна. И если я сейчас это буду все делать, ролик растянется на очень-очень длинное видео. Поэтому, если ты хочешь увидеть дальнейшие наши прохождения, и какие еще туникины здесь существуют, помимо фиолетовых и красных, и что они умеют, то с тебя лайк и подписочка. И тогда мы вновь увидимся в новом ролике. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...